Приветствуем всех ценителей хорошего звука! Сегодня мы будем разбирать схемотехнику лампового двухтактного усилителя мощности Trafaline на радиолампе KT88 в супер-ультралинейном включении с трансформаторной связью. Схема любого усилительного устройства состоит из источника питания этого устройства и усилительных каскадов. В ламповом усилителе Trafaline усилительные каскады выполнены по трансформаторной схеме и речь о них пойдет в нашем следующем видео. А сегодня мы рассмотрим источник питания, так как он заслуживает отдельного обзора. Источник питания состоит из универсального силового трансформатора, специально разработанного для данного усилителя, с очень серьезными техническими характеристиками, пониженной магнитной индукцией, следовательно излучающий минимальный уровень электромагнитных помех. На нем имеются все обмотки, необходимые для питания усилителя. Обмотки питания накалов ламп входного каскада, выходного каскада, кинотронов и примитителей источника анодного питания, а также универсальные обмотки высоковольтного питания. У трансформатора обязательно есть отводы по первичной обмотке для подбора оптимального напряжения питания сети от 220 до 240 В, с шагом 10 В. Следующий компонент источника питания – это главный выпрямитель анодного питания, выполненный на кинотроне 5C8S, который, в свою очередь, является одним из самых мощных выпрямительных кинотронов не только в России, но и в мире. Подобных кинотронов с таким током немного. После выпрямителя на кинотроне стоит классический CLC-фильтр, раздельный для каждого канала. Входная емкость фильтра устанавливается порядка 50 мкФ, выходная – порядка 200 мкФ на каждый канал, для обеспечения высокой энергии эффективности источника питания. После этого анодное питание каждого канала разветвляется на две магистрали. Первая поступает напрямую на питание выходного усилительного каскада, и вторая, через гасящие резисторы, поступает на стабилизатор питания драйверного каскада, выполненный на биполярном транзисторе с источником опорного напряжения на стабилитронах. Он служит для питания максимально стабилизированным напряжением первого каскада около 200 вольт. Источники питания драйвера представляют собой плату Stabilite, на которой смонтировано два источника. Стабилизатор питания анода входной лампы, его мы только что рассмотрели, и источник питания накала входной лампы. Он состоит из диодного моста на быстродействующих диодах шотки, конденсатора фильтра, интегрального стабилизатора с регулируемым выходом и заданным напряжением 6,3 вольта и максимальным током 3 или 5 ампер. Следующие источники питания это источники питания фиксированного смещения. Для организации высоковольтного питания используется классическая однообмоточная схема. От одной обмотки с отводами мы получаем высоковольтное питание, которое мы рассмотрели, и напряжение смещения выходных ламп. Регулятор смещения раздельный для каждой лампы. После выпрямления быстродействующим полупроводниковым диодом установлены фильтрующие конденсаторы, раздельные для каждого канала. Обычный стабилизатор на стабилитроне, фильтрующий конденсатор. И дальше питание поступает на регулятор смещения, состоящий из делителя напряжения на двух резисторов. Один резистор постоянный, другой переменный. После этого для каждого плеча источника отрицательного смещения установлены блокировочные конденсаторы по переменному напряжению. Смещение выходного каскада напрямую подается на драйверный фазоинвертирующий трансформатор и через него на сетке ламп. Еще один узел источника питания это таймер задержки включения высокого напряжения. Для питания таймера можно использовать либо специальную обмотку на трансформаторе от 6 до 10 вольт переменки с током 100 мА, в зависимости от модификации трансформатора, либо его можно запитать от линии, которая доступна и имеет большой запас потоку. У него свой стабилизированный источник питания 6 вольт. На нем установлено свое мощное исполнительное реле, которое коммутирует накал кинотрона, обеспечивающая задержку подачи высокого напряжения на время прогрева выходных ламп. Также при помощи кинотрона организовано плавная подача анодного напряжения. На таймере используется одна из самых распространенных микросхем NE555. Блок питания энергоэффективен и обладает высокой энергоемкостью для обеспечения питания усилителя на максимальной мощности. Источник питания обеспечивает выходное напряжение анодного источника порядка 500 вольт, при токе нагрузки 300 мА и суммарной емкости конденсаторов фильтра на два канала около 800 мкФ. Обеспечивает высокую производительность и КПД усилителя. Этот источник питания допускает использование радиоламп КТ-120 и КТ-150 в выходных каскадах. Для КТ-120 в штатном режиме применимы не только силовой, но и выходные трансформаторы, рассматриваемые в контексте этого устройства. Для других же режимов и ламп возможно использование трансформаторов под конкретные задачи. И в случае возникновения подобных вопросов, переходите по ссылке в описании. Также усилитель может быть оснащен различными системами автоматики, в том числе системой дистанционного управления блоком стендбай. Спасибо за просмотр! Жмите палец вверх, делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал, выбирайте и собирайте!